Неделя на Дону. Расскажем, что было сегодня и напомним о важных и интересных событиях недели. В студии Анастасия Натальевич. Здравствуйте. За права граждан и интересы государства работники прокуратуры награждены к профессиональному празднику. От ведомостей до блогов день печати стал профессиональным праздником всех журналистов. Желаю, чтобы вы всегда были активны, неравнодушны, радовали зрителей, читателей интересными сюжетами, публикациями, радовались жизни вместе с ними. Здесь к уют новостям наблюдаем за созданием номера газеты «Молот». У газеты «Молот» есть такие конкурентные преимущества, как совершенно регулярное освещение экономических тем. Первый пошел МЧС России передан самолет Б-200 ЧАЭС, собранный в Таганроге. Мы передаем ключ от самолета Б-200 ЧАЭС командиру экипажа. Желаем чистого неба, хороших, успешных тушений пожаров. Знакомство с мухой – зубрёнок, родившийся в ростовском зоопарке впервые за 11 лет, окреп и готов себя показать. Муха, как любая девочка у нас, красавица. Мы любим расчесываться. Ну, расчесываться мы больше, скажем так, не для красоты, а как элемент массажа. Старый Новый Год – праздник самый русский и интернациональный. Лепим вареники по-русски, по-татарски и по-польски. А это второй вариант. Лепим с фасолью. Этот вариант больше похож на еврейские курзышки. Эта неделя стала первой рабочей в году. Каникулы получились короткими. От праздничных столов пришлось оторваться уже 9 числа. А ведь в прошлом году на работу вышли 11-го. Но не стоит расстраиваться, укороченные каникулы будут компенсированы в течение года. Так, с воскресенья 1 января выходной переносится на пятницу 24 февраля. А с субботы 7 января на понедельник 8 мая. В итоге будем отдыхать по 4 дня в феврале и мае. С 23 по 26 февраля, с четверга по воскресенье. И с 6 по 9 мая, с субботы по вторник. На этой неделе Пенсионный фонд России начал выдавать единовременную выплату в 5000 рублей. И ждать эту разовую прибавку можно до 28 января. Почтальоны принесут деньги вместе с пенсией за январь. А к тем, кто ее уже получил, придут специально. Те же сроки для получателей пенсии на карточке с 13 по 28 января. Напомню, по 5000 рублей единовременно выплатят всем российским пенсионерам вместо второй индексации 2016 года. Даже если в квартире не живешь, платить будешь и за воду, и за газ, пока не поставишь счетчики. Так жильцов призывают отказаться от оплаты по нормативам, поставить счетчики и платить по факту. Установка быстро окупится, ведь с нового года к нормативу применяется повышающий коэффициент. Умножайте нормы на свет, газ и воды на полтора. Кроме того, из коммунальных квитанций исчезла строка «Общедомовые нужды». Ее перенесли в графу «Содержание и ремонт жилья». Такая формальность позволит жильцам лучше понимать, сколько и за что они платят. От эпидемии гриппа и ОРВИ Ростовская область пока далека. Роспотребнадзор успокаивает. Число заболевших ниже последней недели декабря и главной эпидемического порога. Есть три десятка случаев заболевания гонконгским гриппом, но его название не должно пугать. Этот вариант гриппа вошел в вакцинные штаммы, от которых прививали население Ростовской области. В этом году рекордное число за последние годы и вообще впервые у нас защищено население Ростовской области на 41,7%. Это более чем 1,7 миллиона жителей. Благодаря такому количеству привитых эпидемическая ситуация прошлого года не повторится, уверены в Роспотребнадзоре. Первый серийный самолет Бе-200ЧС, собранный в Таганроге, передан на этой неделе МЧС России. 20 лет эти амфибии выпускали в Иркутске по технологии МТНТК имени Бериева. И вот производство налажено у нас и получило заказы от МЧС и Минобороды на годы вперед. Рожденный летать, сплавать тоже умеет. Самолет-амфибия Бе-200ЧС работает в небе и на воде. Сильный и быстрый разгон до 700 км в час уже прошел все приемо-сдаточные испытания. Мы передаем ключ от самолета Бе-200ЧС командиру экипажа. Желаем чистого неба, хороших, успешных тушений пожаров, для того, чтобы самолет проявил себя во всей красе, как наши экипажи проявили себя в небе Индонезии, Израиля, Португалии. В своем роде наш самолет единственный в мире. Первый назван в честь морского летчика Александра Разгонина, в 44-м получившего звание Героя Советского Союза. Теперь в Таганроге будет Центр российского гидроавиастроения. Это было смелое, правильное решение перенести это все в Таганрог. В Таганроге находится конструкторское бюро, в Таганроге находится уникальный комплекс, предназначенный для летных испытаний. Обновили не только обертку, раскрасили цвета МЧС, но и начинку. Улучшили бортовое оборудование, усилили конструкцию планера по всем международным требованиям. Накопился большой опыт. Сейчас в настоящее время расширяется парк самолетов. Поэтому необходимо готовить летчиков, технический персонал. Необходимо увеличивать штаты для расширения, для выполнения поставленных задач. Самолет универсален, тушит пожары, ведет поисково-спасательные работы и грузопассажирские перевозки. Второй такой почти готов к работе. В этом году планируют выпустить еще три, а в 2018-м выдадут восемь. Китай, Таиланд и Вьетнам хотят такие же. Договоры уже подписаны. Александр Разгонин, первый серийный самолет-амфибия, Таганрогская сборка и Бе-200 будут эксплуатироваться в составе Южно-регионального центра МЧС России. Уже сегодня борт отправится в Ростов, к месту своего постоянного размещения. Юлия Сурикова, Юрий Санкин. На Дону. Если я ее веду в ЗАГС, или она меня к прокурору. Сегодня второй перспективы бояться не стоит. К прокурору можно попасть только на праздник. Ко дню работников прокуратуры, которая, кстати, исполнилась 295 лет, областными и ведомственными знаками отличия отмечены более полусотни сотрудников. О нем целая статья в юбилейной книге «Три века прокуратуры на Дону». Показывает издание с гордостью. Ветеран Великой Отечественной войны, почетный работник прокуратуры СССР Виктор Ковтун, 34 года жизни, отдал нелегкому труду в надзорном ведомстве. Сегодня, опираясь на опыт, рисует портрет идеального сотрудника. Жизнь можно отдать за родину, но честь никому. Прежде всего, честное исполнение своих обязанностей. За такую честность Виктор Ковтун сегодня получает награду из рук губернатора. Глава региона отдельно благодарит ветеранов службы, которые стояли на страже закона многие годы и напоминает нынешним прокурорам – впереди еще много работы. «Петром Первым перед ней, перед прокуратурой ставилась задача уничтожить или ослабить зло, проистекающее от беспорядков в делах, неправосудие, взяточность и беззаконие. Собственно говоря, ничего не прибавить, не убавить». Самый большой блок наград – ведомственные. Здесь и медали от генпрокурора России, и от областной прокуратуры. «На протяжении 295 лет, со дня своего основания, прокуратура востребована как один из основных гарантов развития общества и государства. На прокуроров возложены особые функции поддержания конституционной законности, защиты прав и свобод граждан во всех сферах жизнедеятельности». Виктория Щетинина, Андрей Токарев, Надону. «Требования по здоровью к претендентам на должность губернатора и корреспондента одинаковые», отметил Василий Голубев, поздравляя сегодня журналистов с профессиональным праздником. «Не допускаются нервно-психические болезни, нарушения зрения, слуха. Сердце тоже должно быть здоровым». СМИ не случайно называют четвертой властью. Журналисты могут показать обществу проблемы и пути их решения. Благодарственных писем и грамот все больше. В этом году место торжественного собрания изменилось. Лучших журналистов со всей области смог вместить только зал музыкального театра. Губернатор благодарит телевизионщиков и газетчиков за вклад в развитие экономики области. Ведь от имиджа регионов СМИ напрямую зависит интерес инвесторов. А в этом году Ростовская область отметит свое 80-летие. «У нас есть возможность вспомнить о людях, которые это область создавали. Которые заложили в нее основу развития экономики, социальной сферы абсолютно все». Свои герои труда есть в каждом городе, поселке и хуторе. Об этих людях пишут районки. «В центре внимания газеты всегда находится человек труда. И где бы он ни был, чем бы он ни занимался, лечил ли людей, учит ли детей, пашет ли землю, убирает ли клемп. Это те люди, которые сегодня составляют, будем говорить, золотой фонд. Не только нашего района, но и всей нашей Ростовской области». В то, что печатная пресса доживает свой век, здесь не верит никто. «Далеко не всем доступен интернет. И наш читатель, он все-таки патриархальный. Он привык держать в руках печатное издание». «Я хочу поздравить всех наших коллег, потому что все мы прекрасно понимаем, однажды придя в профессию, остаешься в ней навсегда». Завершил встречу праздничный концерт. Журналистов поздравил участник проекта «Дон Медиа. Наш» в эфире Игорь Взреев. «Наш город родной, мы вместе с тобой, и синее небо над нами». Сегодня день, когда просто необходимо почитать обычную бумажную книгу, журнал или газету. Итак, отметить день печати. 13 января 1703 года вышла первая российская газета «Ведомости». О знаменитой ростовской газете «Молот» в этом году 100 лет. На ее примере и проследим за процессом. Начинается новый номер поиском тем. Журналисты обсуждают их с редактором и отправляются за комментариями. Фиксируют информацию каждый по-своему. Стараюсь записать все. Я вот если записываю собеседника, ну скажем, он мне рассказывает в течение получаса, то потом я свой почерк, то, что я написал, разбираю часа 3-4. Вот в этом главная трудность. Информация собрана, комментарии экспертов записаны. И статья отправляется редактору. Без его правок материал не может быть ни напечатан, ни выложен на сайт. 30 лет назад журналисты создавали свои статьи на печатных машинках. Тоже техника, но со своими недостатками. Здесь нельзя исправить буквы или слово, а перенести тем более. Так что акулы-пера не имели права на ошибку. Корректор читает напечатанный вариант из-за почерка. Он бывает такой, что разберешь не все. Раньше одну-две ошибки исправляли карандашом и отправляли в типографию. А если больше, приходилось перепечатывать на машинке. Сейчас, конечно, все правится в компьютере. Помимо общей орфографической какой-то грамотности и пунктуации, мы сейчас смотрим вопросы оформления, переносы, которые возникают в переверстке. Какие-то там вопросы соответствия фотографии, подписи под них тексту. Поэтому правки есть всегда. Сегодня газета готовится в комфортных условиях. Удобные столы, современные компьютеры, еще и собственный пресс-центр. Так что многие спикеры сами приходят в редакцию. У газеты «Молот» есть такие конкурентные преимущества, как совершенно регулярное освещение экономических тем. У нас здесь собираются различные круглые столы и пресс-конференции на экономические темы. И газета регулярно освещает политическую жизнь. Тем не подходящих «Молоту» нет. Здесь пишут обо всем. Сегодня газета выходит в двух форматах. Деловой вторник и пятничный выпуск для семейного чтения. В деловом, кстати, недавно появился новый экономический проект – «Тренды». Мы уже подняли острые темы, касаемые банковской сферы. Мы рассмотрели рынок ипотеки, что происходило, что будет со ставками. А сейчас планируем рассказать о рынке ОСАГО. Работа над газетой в редакции завершается версткой. Полчаса, час уходит на один материал. И после верстки готовый номер еще раз просматривают корректор, редактор и старший по номеру. А дальше типография. В редакции «Молота» уверены – бумажная версия газеты все еще нужна. Ее по-прежнему читают. Евгения Слинкина, Юрий Санкин. На Дону. Коротко новости, которые не оставили нас равнодушными на этой неделе. Пропавшего оксайского школьника нашли в Ростове. Живым и здоровым. 12-летний Витя Боргер ушел из дома 11 января. И сообщение о пропаже облетело все соцсети и СМИ региона. В полицию стали звонить неравнодушные. Видели подростка, похожего на Витю. И благодаря такому сообщению пропавшего удалось найти. Как сообщают в соцсетях источники, близкие к его семье, мальчик участвовал в детском флешмобе. Суть которого – пропасть из дома на сутки и не выходить на связь. С собой разрешается взять 2500 рублей. В полицию эту информацию не подтвердили. Несмотря на долги, движение трамваев в Ростове останавливать не будут. 12 января организация ТНС «Энерго» заявила, что ограничат энергоснабжение ростовской транспортной компании из-за долгов в 22 миллиона рублей. В департаменте транспорта наличие долга подтвердили. Образовало его снижение выручки во время реконструкции улиц Горького и Станиславского. Но власти Ростова уверяют, беспокоиться ростовчанам не о чем. График погашения задолженности разработан. Трамваи ходят в штатном режиме. В четверг, 19 января, закроют для автомобильного движения ростовскую улицу Станиславского. Причина – начало масштабной реконструкции улицы к Чемпионату мира по футболу. На участке от Театрального проспекта до переулка Семашка нельзя будет ездить автомобилем, автобусом и другим видом транспорта. И только от трамваев запрет не коснется. Цапля стала причиной ДТП на дороге между поселком Веселый и хутором Красный Кут в Веселовском районе. Птица стояла на проезжей части. И женщина-водитель легковушки, пытаясь избежать столкновения, съехала на скользкую обочину, не справилась с управлением и попала в оросительный канал. Да так, что машина перевернулась. Еще повезло, что в тот момент воды в канале не было. Сама женщина из машины выбраться не смогла. Виновная цапля помогать не стала и пришлось поработать спасателем. У водителя легкие ушибы, птица не пострадала. Фото волчицы Альмы из заповедника Ростовский в Орловском районе вошло в сотню лучших фото России 2016 года по версии ТАСС. Снимок сделан весной на фестивале тюльпанов. Фотограф Валерий Матыцин. К слову, эта волчица не опасна. Она выросла не в дикой природе, а в ростовской квартире. Заместитель директора заповедника Александр Лепкович полгода воспитывал волчонка дома в качестве эксперимента, а потом переселил в просторный вольер. Спортивные новости недели целиком победные. Первым новогодним соперником гонбольного Ростов-Дона в чемпионате страны стал столичный луч. Во встрече с ним темной полосы ждать не стоило. Класс нашей команды намного выше. И ростовчанки играли не столько за очки в таблицу, сколько за выходной. Задача тренера была не пропустить больше 20 мячей. Мы, честно говоря, не выполнили задачу в один мяч, но, слава богу, тренер нам дал отдохнуть. И завтра у нас полноценный выходной. На один мяч больше, чем надо пропустили, зато забросили почти вдвое больше. Итоговый счет 41-21. Теперь нашу команду ждет соперник посерьезнее. В воскресенье в Норвегии играем с местным клубом «Биасен» в клубке ЕГФ. На расправу к хоккейному Ростову приехал безнадежный аутсайдер Кристалл Юниор. А ведь мог и не приехать у саратовского клуба ни очков в таблице, ни денег на существование. Из нашего города он смог увезти только полную сетку пропущенных шайб. Два матча, два разгрома – 8-1 и 5-1. А на выходных у нашей команды два матча с главным конкурентом в борьбе за чемпионство – Мордовией. Ну и напоследок. Женский баскетбол тоже победный. Тут в гости к Ростов-Дону Юфу тоже приехал аутсайдер УГМК-юниор из Екатеринбурга. Был дважды обыгран – 62-57 и 81-67. Ну спасибо судям, что свистели. Ну как-то так получилось, не знаю, на это не обращаешь внимания. То есть дали мяч, надо забивать, стараться. Сегодня получилось, если там вчера не получалось забивать, сегодня получилось. Наши девушки идут вторыми и теперь также на выходных дважды сыграют дома с четвертым в таблице нефтяником-авангардом. Впервые за 11 лет в ростовском зоопарке родился зубренок. Последней была, к слову, мама новорожденной – муза. Обычно зубры рождаются весной, но тут сбились биоритмы. И роды в начале декабря проходили тяжело. Малышка родилась слабой, назвали ее мухой. Традиционно имена этой породы зубров начинаются на му. И вот через месяц с окрепшим животным можно пообщаться. Пошли гулять? Давай выходи. Не бойся. Иди ко мне. К вниманию муха еще не привыкла. Прячется за человеческую маму. Именно так зубренок воспринимает Ольгу Яровую. Ведь заулок рядом круглосуточно. Ночует, кормит из бутылочки, гуляет и даже делает прически. Муха, как любая девочка, у нас красавица. Мы любим расчесываться. Ну, расчесываться мы больше, скажем так, не для красоты, а как элемент массажа. Расчесывание заменяет мамин шершавый язык и улучшает кровообращение малышки. Кроме того, чтобы окрепнуть, зубренок принимает ультрафиолетовые ванны, поглощает витамины и кальций. Мы съедаем уже 4,5 литра в день. Я думаю, к 2 месяцам мы уже будем съедать в день 6 литров молока. И столько же молока мы будем есть до полугода. Ну, а потом будем потихоньку убирать молоко и переводить ее на основную пищу зубров. То есть на сено, овощи, концентраты. Но уже сейчас наша муха проявляет интерес к сену. Она любит свежие веточки. Мы уже кушаем в день даже яблочко. И страшно мухе, и любопытно. Из-за маминой спины разглядывает чужаков. Обнюхивает новые предметы. Особенно интересен штатив оператора. Тут и облезать, и на зубок попробовать нужно. Особая радость для зубренка – прогулка. С нетерпением ждет, когда наденут ошейник и мчится на улицу. Ее отец – тот самый муравей, которого в мае до смерти закормили посетители зоопарка. Хорошо потомство оставить успел. Хотя никто и не ожидал. До того муза жила с несколькими самцами. Но за 11 лет ни разу не беременела. А когда попала в интересное положение, никаких его признаков не выдавала. Не было основных признаков, которые есть у зубров. То есть она вела себя так же, кушала так же, гуляла вместе со всеми. И такие основные признаки, которые есть у животных, не проявляла. Поэтому было для всех даже неожиданностью. Кроме новорожденной мухи в зоопарке три зубра – муза, кукла и мужичок, приехавший в сентябре из Преокско-террасного заповедника. Полностью семья воссоединится весной, когда потеплеет. А увидеть уже подросшую муху посетители зоопарка смогут летом. Ксения Николаева, Сергей Вишняков. На Дону. Польские пироги – это не пироги, а русские вареники. Татары делают их с говядиной и гадают на год грядущий. Старый Новый год отмечает вся Россия. И мы рассмотрели в самом русском празднике многонациональный колорит. Ведь, казалось бы, такие русские вареники пришли к нам из Турции, что мешает им идти по миру дальше. Оригинальное название – дюшвару. У турок это было просто вареное тесто, большие галушки, которые подают с кислым молоком. Украинцы рецепт доработали начинкой – жареное сало, творог, картофель. И уже в таком виде вареники перекочевали в Россию. Обычно вареники делаются покрупнее, чем пельмени. Вот это вот самое оптимальное для вареников. Можно делать в Украине, делать еще больше. Блюдо это горячее. Перед подачей посуду надо нагреть и до 70 градусов. И выложить на нее готовые вареники. Теплое слово нет на кухне. Теплое блюдо или теплое. Оно должно быть все. Или горячее, или холодное. Горячие вареники вкусные такие. Вот сметана со сливочным маслом все. Попробуйте, пожалуйста. Для приготовления теста используются самые простые ингредиенты. Вода, соль, мука и яйцо. А вот начинка вареников по-татарски – из говядины. Да, потому что мы мусульмане и мы свинину не едим. Раньше донские татары и родители Магиры Чернооковой в том числе делали вареники из конины. Мясо, фарш мелко рубили топором. Тогда делили этого коня между семьями татарскими. И каждому давали вот по большой ноге. И вот это была у нас еда на всю зиму. Вообще татары не гадают, но традицию Старого Нового Года переняли. А для вкуса есть специальное заклинание. А на польской кухне мы узнаем, как готовят пироги, а иначе вареники. Главное его отличие от русского собрата – чем крупнее, тем лучше. И начинка самая разнообразная – мясо, сыр или, как сейчас, квашеная капуста с грибами и фасолью. Поляки позаимствовали блюда уже из русской кухни. Главный секрет вкуса и формы – в тесте. Чтобы оно было вот такое тягучее, классное, послушное, что нужно? Два яйца, стакан тепло-горячей воды, соли по вкусу и обязательно пару ложек столовых масла растительного. Квашеную капусту смешали со свежей и добавили грибы. Это первый русский из двух вариантов хлебки. А это второй вариант. Лепим с фасолью. Этот вариант больше похож на еврейские курзешки. Подлива, лук полукольцами и грибы. А сверху укроп для пикантности и польская овощная приправа-воживка. Смачного! Что означает приятного аппетита. Олеся Слынько, Андрей Токарев, Надону. В таком русле течет жизнь на Дону. В студии была Анастасия Натальевич. Приятных выходных. До встречи. На выходных то плюс, то минус. Январь пока не хочет выдавать себя за самый суровый месяц года. Иногда его можно спутать с переменчивым артом. Здравствуйте. Сейчас расскажу подробнее. Всю неделю температура держалась в пределах от минус одного до плюс шести градусов. Этому радовались, пожалуй, только автомобилисты. Дороги стали сухими и не скользкими. А вот любители зимней романтики могут только представлять сугробы и белоснежные деревья. Или видеть по телевизору. В субботу Вешинская. Столбики термометров покажут минус три. В воскресенье один градус тепла. В Обливской пасмурно плюс один. В Чердково от минус одного до плюс двух градусов. В Белой Калитве и Шахтах воздух прогреется до плюс двух. В Волгодонске также плюс два. А в Сальске теплее всего. Столбики термометров покажут плюс три. В Таганроге градус тепла и пасмурно. В Ростове-на-Дону в субботу и воскресенье до плюс двух градусов. Пасмурно. Ветер юго-восточный до трех метров в секунду. Атмосферное давление высокое. 762 миллиметра ртутного столба. Это все погодные новости. Желаю вам безоблачных выходных. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином Манго.